приветствую дорогие подписчики сегодня поговорим про охоту на нарциссов как из жертвы становится охотником как достичь никого баланса чтобы даже уже ваше одно присутствие высветляло пространство настолько что нарциссы показывали свое лицо и просто держались подальше от вас и от ваших близких вот разные формы охоты иногда это бывает меня все досталось меня хватит вспомним пример ведьмака который охотил охотился на чудовищ ну и конечно грань который никогда не нужно переходить и так охота на нарциссов вообще навеяно это видео комментариями последние дни вот как праздники приходит токсичные мамашки или свекрухи и начинает писать пакости то есть видимо с ними не хотят общаться мы прикиньте в празднике до человек адекватный он повоздравляет близких друзей чем-то занимается неужели он будет пакостить на канале там что-то кого-то неизвестного человека ему вот то есть человек сидит в одиночестве скорее всего он подбухивает от боли от душевного горя и из него выливается причем самое интересное что я просто рассказываю практические случаи и одно из моих доказательств это больше десяти тысяч историй в блоге вконтакте в описании канала и под видео есть группа вконтакте просто в какой-то момент я закрыла комментарии то что ему было невозможно модерировать вот это было год назад то есть год назад все эти сообщения можно почитать но свекрухи узнают себя токсичные мамки и прямо там видно нарциссов и я так знаете почувствовала себя охотником вспомнила что у меня был период жизни когда я прямо ярко качал энергию воина когда меня саму преследовали нарциссы и психопаты ну как бы по одной из версий нарцисс это light версия психопатов есть перверзные нарциссы и когда меня преследовали загоняли в угол я поступала на как моя любимая порода хаски или как волки я когда уже была загнана полностью начинала показывать зубы и во мне вот этот все разумные хорошие девочка куда-то улетучилась и я прямо на инстинктах и самое интересное что люди нарциссы офигевали и меня начинали бояться то есть последний из ярких моих воспоминаний когда меня настолько достали хамстом нарушением границ что сама вселенная скал юля открой рот то есть меня уже загнали в угол сколько можно быть там до молчать хорошей девочкой половой тряпкой я гоняла эту родственницу по квартире с криками я тебя сейчас достану вот у меня был еще не закрытый гешталь что я ее не достала конкретно нас там в общем-то растащили родственники вот я сейчас понимаю там было конкретно клиническое отклонение потому что здоровый человек так себя не ведет вот мы принципе нет худа без добра до что добру пропадать будем это изучать вот и они по сути нарциссы токсичного разного рода люди манипулятор они как для нас бесплатная диагностика как тренажер потому что смотрите друзья мои в этом мире есть хищники есть люди такие социальные хищники они в библии как хищники описаны пожиратели овечек и надо уметь защищаться по сути это бесплатная диагностика вашей внутренней энергии кто работает со мной уже в группе в курсе знают упражнение прокачка энергии огня то есть внутренняя сила и я не значит что я вас прямо призывают бегать сбитый за нарциссами упаси бог нет до прийти к такому состоянию энергетическому до что вы в гармонии с собой окружающий мир я нередко замечала что когда меня загоняли в угол я начинала себя защищать или защищать кого-то это очень круто работает когда ты вступаешься ну тут вот представьте ребенка обижать или обижать собачку или кошечку до обижать какое-то чудовище и когда ты за него заступаешь что пусть ты физически слабее но происходит что-то не мощное спускается поток поток энергии поток вот он оптимального переживания вот она энергия внутреннего огня тебя поддерживать вся вселенная к тебе спускается силы света это мощнейшее ресурсное состояние и человек будь то с таким отклонением как темное держание мозга чистоты личности там нечисть сидит это с духовной точки зрения с психологии это психопатология да будь то психопатии нарциссическая там еще какое-то ну то есть когда человек опасен для общества бывает же тихий шизофреники они спокойно рисуют и могут солнцами прекрасно жить при поддерживающей психотерапии вот то есть есть агрессоры которые нападают и здесь очень показательно прокачка энергии мастеров неважно какой-то вид единоборств да о там русского рукопашного боя до какого-то другого ведь лучший бой который не состоялся который выходит мастер а это первая очередь победа над собой мощнейшие энергии равновесия что нарциссы психопаты они это чувствуют то есть выходит лев и шакалы бежали там высвечиваешь фонариком и крысы разбегается они подлые они нападают они питаются ресурсами они стравливают или как вот там ядовитые гады в сторону расползаются когда приходишь там с чем-то таким высвечивающим то есть вот это надо прокачивать понимается это прокачивается прекрасно проходила и на своем опыте и клиентам помогала и помогает то есть результаты классные вот это состояние некого охотника вот обожаю ведьмака сериал книгу не читала ведьмак он же милейшее создание был в плане того что вообще не нарывался даже когда его оскорбляли там где-то в первой серии он же мог их всех разнести у него победа над собой да это нечто мистическое в нем присутствует какое-то существо потусторонним потому что человеческой такой к сожалению пакостническая это сцепиться подраться и сгадится то есть у него была сила духа он охотился на чудовище то есть он защищал людей или прекрасный пример это арагор из трилогии властелин колец когда его оскорбляли хоббиты маслютика что типа вот ты бродяга колоброд что-то тут шатаешься никто не знал что это потомок номеноров что он охраняет мир от таких чудовищ которые живут там в трех днях ходьбы от этого милейшего шир от этих милейших хоббитов вот и как тяжело да вот человеческому не поддаться на эту провокацию а стать чем-то более сильным и духовным именно арагор проходит испытание кольцом всевластия который где подпали эльфы некоторые не смогли пройти поле 6 или 9 по моему королей которые стали темными всадниками ребят трилогия толкина для сказка терапии для разбора это просто гениальная вещь вот и эту силу когда мы прокачиваю даже не вытаскивая меч из ножен даже не вытаскивая там какую-то защиту вы уже транслируете мощь и спокойствие охотника вампиров да не знаю на на нарциссов то есть очень интересный момент когда и жертва становишься охотником фильм с джей ло с меня хватит же реально был ее преследовал не просто нарциссу и психопат преследовала вообще конечной темная сторона он еще обладал ресурсами для преследования и чем заканчивается помните ее натаскивает тренер она выходит на бой с ним это не значит что я прям так рекомендую я рекомендую посмотреть психологическую духовную составляющую и использовать на пользу вообще фильмы книги которые вам нравятся герои у вас и то есть это то что близко к вам потому что каждый из вас уникален именно вы качаете свои сильные стороны вот и прокачка этой мощность у кого-то это шут шут это вообще мастер коммуникации танцор космоса шут такой мог сказать что за чтобы вас саму короля голову снесли один из прообразов это еродзивые какие-то там блаженные это величайший это очень сильный архетип и такое скажут что и вроде придраться не чему а нарцисс а нарцисс понимает что перо бьет шпагу один из моментов да можно шашкой наперевес можно там на хамить человеку послать его можно так сказать что он поймет что вас дорогая или дорогой лучше не трогать что вы можете за себя постоять а еще более высший пилотаж это не просто энергия война а когда это идет от сердца с души с любовью но с границами понимая что открывать сердце существам токсичным они этим воспользуются как в одном из фэнтези чё-то не сильно фэнтези несет последнее оружие тьмы это жалость жалость это заход как бы сверху я же там жили пожалею мне как говорил доктор быков в интернах дураков не учить дураков дураков не жалеть дураков учить надо вот значит это разные способы реагирования и вот эта прокачка той вашей сильной стороны которая будет звенеть силой спокойствия уверенности и она знаете вот как будто высветляет пространство да им некомфортно вашем поле потому что если они привыкли болото и склоченчество сга ставлю такое стравленичество манипуляции вы этому не поддаетесь но высший пилотаж когда вас вообще-то не парит вы не даете себя втянуть в этот темный деструктивный к кем-то навязанный сценарий а идете спокойно своей тропой жизни вдоль пространства разных разных миров и только вы делаете выбор в какой мере вам остановиться в мире света потоков энергии сумасшедших красок этой жизни природы любви до творчества или вот дать себя втащить в это болот поэтому самые сложные работы на самом деле в первую очередь над собой именно победа над своими слабостями которые и притягивают в нашу жизнь на самом деле таких людей и удивительно когда ты это прокачиваешь они из твоей жизни сваливать они тебя чувствуют считывают как собака чувствует страх и смелость так и чувствует они на таком инстинктивном уровне вот значит назвала все-таки видео охотники на нарциссов охота на нарциссы да потому что последние дни как всегда в празднике активизировались прямо там нарциссизм прет о я владычица вселенной а я унылые г а я владычица вселенной а мама никому не нужна не приходите к маме на могилу да вот это мотание видно вот его это видно и по сути то что я доношу больше то своей аудитории делюсь опытом на личности не перехожу здесь конечно нужно меня конкретно перешли то они высветляются понимаете то есть я их даже не трогаю они высветляются мать потому что внутри это есть сестье пофиг ты на это не зацепишься вот некая такая знаете вещь удивительно человек себя узнал люди бесплатная диагностика ваших проблем если меня кто-то бесит я сижу по скрипту и разбираю почему этот бесит и понимаю что это моя реакция проекции моей тени и прорабатывая если мне не получается я иду за помощью к одному из моих коучей вот ну что ж подведем итоги охота на нарцисса когда вас вообще загнали настолько в угол да и вы просто показали зубы себя защитили вас поддержит все потоки вселенной вас поддержит все светлые силы у меня было видео где она девушку нападал 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 токсичной теткой когда она начала я напрямую оскорблять у девушки что-то произошло перещел когда перри собрались как будто вот эти пазлы год пошел такой мощный поток я горит от отреагировала так поставила тетю на место как будто вот через меня что-то шло действительно когда мы в правде когда мы в гармонии мы становимся части чего-то большего что проходит через нас и через нас мы становимся всего лишь артериями небес и через нас идет какая-то истина в мир мы становимся правдниками чего-то выше это потрясающе если ты служишь свету если это тьма это нафиг никогда не забуду урок от моего близкого друга давно очень было 90 тогда еще его за длинные волосы к нему прицепились гопники я пока побежала за охраной у меня дал ключи там ноутбук мужи морду набили я говорю слушай ну чё ты полез туда да серёг там ты не против из этой истории расскажу он год юль надо отпор давать чтобы они встречи раз думали знаете и они все сбежали одного даже не успела поймать охрана пока пришла он уже там кому-то навалял я поняла что тоже нужно давать отпор то есть он один не побоялся по против шестерых выйти да а потому что за ним стояли скорее всего мощнейший ангел и хранитель это удивительный человек на самом деле моей жизни такая знаковая душа вот и вот это вот тьма разбежалась ну и конечно последний момент при охоте на тьму самый момент опасный срыва ненужные ею становиться то есть чем больше ты вглядываешься в бездну тем больше она вглядывается в тебя надо вовремя остановиться это часто похоже прокачали энергию воинам научились защищаться все сказали себе стоп и ушли дальше прорабатывать более высокодуховные уровни развития потому что большой шанс из вот этого прокачки силы стать вот этим темным охотником до начать охотиться воевать с миром потерять внутри спокойствие гармонию тоже такой момент есть то есть прокачали поставили точку и идем дальше нарабатывать уже следующие уровни развитию каждого он свой кому-то нужно научиться с эмпатии кому-то нужно зарабатывать кому-то нужно строить коммуникации а кому-то уже подключаться более высшим сферам и быть проводником музыки и света танцев книг и так далее вот дорогие мои друзья поэтому желаю вам все-таки не искать какие-то прям способы защиты от них как от них избавиться от них никуда не деться достаточно поменять свою силу у кого-то это несколько недель у кого-то это несколько месяцев может максимум год просто перестать вибрировать где-то выдавать жертву слабость и стать более сильным каким-то прокаченным теплым фокусироваться на светлых сторонах и чтобы было принять и потому что когда есть очень сильное осуждение этих людей они будут лезть твою жизнь вот то есть понимание где то что нужно просто таким стало мало ли что с ним случилось но фокус именно на вот прокачки этой внутренней энергии и тогда даже не делая ничего вы будете менять вокруг себя пространство знаете таких людей вот он заходит до от него харизма такая идет вот а выше пилотаж это уровень уже святого когда в поле такого человека от которого шла любовь токсичные люди становились светлыми я каждому пока не дошла но нет предела совершенства прочим это же мой путь и моя работа над собой напишите под этом видео свой опыт как охотились что делали что сработало что не сработало какие кстати были инсайты после просмотра видео потому что я дала несколько простых работающих фишек через каскотерапии через фэнтези реально когда вы настраиваете на энергию образ того человека который светлый образ да вы берете эту силу потому что все что внутри вас выцепляет в окружающем мире это проективные методики вы любите то что внутри вас на самом деле есть каждому из вас сокровище слой всех обнимаю до скорых встреч